Привет, друзья мои, с вами Олег Кышевой. На лайв в канале рад вас приветствовать. Сегодня небольшой обзор предмета, который пришел мне из Китая. Этими предметами этой фирмы я пользуюсь на основном канале. Вот одна из вещей, которой я пользуюсь этой фирмы. Название, конечно, такое интересное, но вещи такие недорогие и полезные. Вот у них есть сумочки вот такие, совочки, пинпоинтеры, разгрузы, что хотите. И вот сегодня очередной предметик пришел из Китая от этой фирмы. Как раз в разгаре лета мы можем пользоваться этим предметом полным ходом, когда вода в водоемах нагреется. Давайте откроем, посмотрим, что пришло мне из Китая. Давно не было посылочек, и вот, наконец-то мы ее дождались. Посылка из Китая. Не знаю, как сейчас приходят посылки, но вот мне дошла она где-то за 15 дней. Ну, две недели в общем, в общей сложности. Хорошо упакована. Так, пусто. Вот такая штука. Такой же фирмы. Это, ребята, металлоискатель. Видите, у них даже по-русски здесь написано. Металлоискатель. Сноска будет на этот предмет в описании. Давайте посмотрим, что это за металлоискатель. Ну, посмотреть-то мы посмотрим, но сразу скажу, что это предмет, этот металлоискатель, к которому можно ходить по пляжам. Заниматься поиском на пляжах монет, золото и всему подобному. Хорошая упаковка. Сделано качественно. В коробочке мы имеем инструкцию на русском языке, руководство пользователя, мануал. Так, английский язык. Разные языки. Вот на русском языке. Руководство пользователя на русском языке. Этот металлоискатель называется Shrydive Pro. Разработан для тех, кто любит вести экспедиции на открытом воздухе. Ладно. Дальше что у нас есть? Вот такая рекламная бумажечка, такой рекламный буклет. Ну, в принципе, в этом буклете как раз все описано, что у них есть на сайте. Сразу зайду вперед, что вещи реально полезны. У меня сумка, уже вторая, я ей пользуюсь. Можно вот такой вариант выбрать. Потом предмет, сумка для переноса металлоискателей. Разгруз я с ним ходил в том году. Это под совок и под пинпоинтер в одном. Вот такой совочек. Разгруз на ногу. И разгруз вообще для самого металлоискателя. Вот такие предметы, хочу сказать, очень полезные. Они выпускают. Так, я, может, что-то пропустил. Вот еще металлоискатели. Пинпоинтеры у них такие выпускаются. Скажу, недорогие. G-Pointer Black, Pointer Orange, оранжевый и Pro-версии. В общем, это дешевая версия металлоискателя Квест. То есть, если Квест вы пользовались Квестами, то это вот то же самое, что металлоискатель Квест. И по компонентовке, и по всему они очень схожи. Так, что у нас в комплекте? Вот такой пакетик с закруточками. Но это мы сейчас попозже чуть разберемся. Для чего это нужно, посмотрим. Так, тренчик. Тренчик, я так понимаю, это чтобы его на руку одевать, когда плаваешь с ним, и не терять. Вот в таком чехле находится сам металлоискатель. Единственное, что я не знаю, идет ли в комплект аккумулятор или не идет. Пока не могу сказать. Чехол. И вот сам предмет. Вуаля. Написан логотип. Оранжевый цвет, заметный под водой. Он вот так складывается, раскладывается до транспортировки. Сюда мы одеваем тренчик. Затягиваем. Болты. И также еще наблюдаю. Здесь вот эта светодиодная подсветка будет, я так понимаю. Включить. Включить. И управление самим металлоискателем. Так, на катушке мы видим защиту. И я так понимаю, она приклеена. То есть она несъемная. Ну, квест он дорогой, такого типа металлоискатель. И у квеста можно менять катушки. То есть отключать. Здесь, я так понимаю, все это единым комплектом сделано. И оно не снимается. Давайте открутим еще здесь. Посмотрим, что здесь у нас. Насколько он защищен. Да. Под аккумулятор, под батарейку, крону. Но крона не идет в комплект. Здесь защитная резинка стоит. А крона у меня, по-моему, есть с собой вот в этом комплекте. Сейчас посмотрим. Нет, здесь у меня нет. Это значит рюкзаке. Ну, сейчас я включу. И мы испытаем этот металлоискатель. Но пока мы его не включили, давайте посмотрим, что в этих пакетиках есть. Вот в этом, например, пакетике находятся у нас такие болтики. Так. Какие-то светоотражающие наклейки. Это вот на катушку наклеить, наверное, чтобы в воде было видно. Дальше. А вот эти болтики у квеста вообще, сам квест такого вида. К нему можно прицепить штангу вот сюда. И я так понял, что ребята, которые эту фирму подделали, они вот тоже могут вот так цеплять. А, можно вот так закрупить, просто тренчик здесь повесить. Закрутка. Ну и вот такой болт, который позволяет, который позволяет вставить сюда штангу речей ног. Ой. Вот так она закручивается. Да. Сюда вставляется штанга и затягивается, я так понял. Ну, штанга, наверное, должна быть специальной. Я еще не следовал этот вопрос. И ходить можно без проблем. А, она как трубка одевается сверху, трубочка. Все, и можно, как полноценным металлоискателем пользоваться, использовать его на поисках. Ходить вот так. Все, давайте сейчас включу батарейку. Испытаем его, как он работает. И я скажу характеристики этого металлоискателя. Фонарик включен. Программа. Вибро. Есть вибро. Вот, если вы хотите заниматься пляжным поиском, вот такой недорогой приборчик. Можно приобрести в Китае и пользоваться им. В общем, самый дешевый для подводного поиска, вот для такого. Вот, вибро. Тут просто вибро можно. Вот эти несколько, вторая кнопка, это для программ. Просто звук. Но звук какой-то странный, конечно. Да? Что, вот такой, ребят, предмет. Недорогой. Вот так складывается. На море поехал. Не пожалеешь денег. Просто по приколу походишь, монеты пособираешь. И может из-за волота попасться. Сноски оставлю на этот предмет в описании. Ну что, и мне остается только попросить, чтобы вы поставили лайки, прокомментировали, и что? И комментируйте, и ставьте лайки, и дальше будем смотреть видео. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Да, смотрите. Вот так он выглядит. Все, пока-пока.